Приветствую друзья на связи Андрей Жариков. Если у Forex робота не предусмотрена функция автоматического отключения на новостях, то его необходимо выключать вручную. И в данном видео я покажу как вы можете отслеживать важные новости на рынке Forex. Сейчас на экране вы видите адрес сайта forexfactory.com. Мы переходим на этот сайт и на самом верху нажимаем кнопку календарь. Открывается календарь, в котором вы можете увидеть предстоящие события на рынке Forex в ближайшие несколько дней. Для удобства данный календарь можно настроить под себя и сейчас я покажу как это можно сделать. Потому что если календарь будет показывать вам время событий, допустим, по американскому восточному времени, вам постоянно придется конвертировать это время под ваш часовой пояс. А это очень неудобно и легко ошибиться. И вы в результате можете пропустить важные события. Поэтому лучше потратить несколько минут и сразу же настроить правильное время. Для этого в правом верхнем углу, где нарисованы часы, нажимаете. Открывается вот такое окно, в котором вы можете выбрать ваш часовой пояс. Например, если вы живете в часовом поясе Москвы, то выбираете вот этот пункт GMT плюс 3 и вот здесь упоминается Москва. В графе формат времени рекомендую выбрать формат 24 часа. Этот формат используется в России и во многих других странах, а в некоторых странах используется AM и PM. И после этого нажимаем Save Settings, то есть сохранить настройки. Появилось сообщение, что вы установили время 22.43, но на самом деле московское время сейчас 21.43. То есть получается 1 час разница. Чтобы это исправить, я нажимаю снова на часы и выбираю другой часовой пояс. Не GMT плюс 3, а GMT плюс 2 и нажимаю Save Settings. Часы мне показывают 21.45. Это соответствует моему местному времени. А вы должны настроить часы так, чтобы они отображали ваше время, ваш часовой пояс. Теперь снова нажимаем кнопку Calendar и в правом верхнем углу нажимаем кнопку Filter. И здесь нам дается возможность выбрать новости по степени важности, а также по каким валютным парам мы хотим новости отслеживать. Я рекомендую оставить галочку только у красных новостей, то есть у самых важных, а вот эти галочки все убрать. На стандартных настройках робот TradeRinger работает шестью валютными парами. Но эти шесть валютных пар, по сути, состоят из четырех валют. Это австралийский доллар, японская иена, американский доллар и евро. Поэтому я оставляю галочки только у этих четырех валют, а у всех остальных валют галочки убираю. И после этого нажимаю кнопку Apply Filter. И в результате календарь мне показывает новости только по выбранным мной валютам. И вдобавок он показывает эти новости по моему местному времени. Это очень удобно. Почему важно отключать робота во время красных новостей? Потому что во время таких новостей на рынке могут происходить очень резкие скачки. И эти скачки могут привести к просадке или даже к потере части депозита. А наша задача не терять деньги, а их зарабатывать. Как видите, на 6 мая по выбранным валютам никаких красных новостей нет. Во вторник, 7 мая будут красные новости по австралийскому доллару в 4.30 утра и в 7.30 утра по московскому времени. Подчеркиваю, что я говорю сейчас именно о московском времени. Если ваш часовой пояс отличается от московского, вам нужно сделать корректировку, как я показал. То есть если я вижу, что во вторник утром будут такие красные новости, то примерно за час, за два до этих новостей, где-то в 3 часа ночи, во вторник, я выключаю робота. После 4 часов я его уже не включаю, потому что через несколько часов будет еще одна новость в 7.30. Я выжидаю примерно еще час или полтора, то есть примерно где-то в 9 часов утра во вторник я робота снова включаю. И за это время все красные новости уже должны пройти. Если ваше время отличается от московского, то соответственно вам нужно сделать корректировку. В среду, как видите, никаких красных новостей нет, а в среду вечером мы робота отключаем и фактически торговая сессия на этой неделе для нас заканчивается. Таким образом вы можете отслеживать красные новости на рынке Форекс и за час или два до новостей отключать робота, а через час или два после окончания новостей обратно его включать. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова